здравствуйте друзья только вот я вчера вам рассказывал что новостей никаких пока нет с иммиграционными делами постольку поскольку они там вот собачиться торгуются принципиальные позиции у всех и в общем как-то не сближается и собственно вчера вот был такой митинг когда президент трамп собрался там с тусовкой в конгрессе и многие говоришь там ничего не произойдет никакого прорыва и обсуждения толком не будет потому что слишком много народу и это правда так и было они такое шоу не они лично трамп устроил за этого некоторые шоу обычно знать как бывает вот люди собираются две-три минуты там журналисты там и вот им готов спасибо ребята они все уходят и дальше начинается какой-то разговор в данном случае трамп сказал а чё пусть еще побудут не надо и вот пусть они будут и вот он что-то там говорил рассказывал они были там не две-три минуты 55 55 минут журналистам то есть понятно для чего это все таскать ему было нужно да но ничего не произошло естественно но произошло нечто настолько неожиданно и настолько как бы как неожиданно ну неожиданно федеральный судья из буквально вот в том направлении если ехать сан-франциско федеральный судья наложил ну он не отменил решение трампа о том чтобы отменить решение оба об этом вот дака да потому чтобы не вне депортировать молодежь вот эта которая в несовершенном летнем возрасте пришла в сша нелегально а он такое решение принял что поскольку подали в суд суд этим он все-таки судья поскольку подали в суд там калифорнийский университет систему университет значит подала в суд и вот пока там суд не разберется так и нифига значит никого там не то что депортировать а вот то решит эта система которая была при обаме вот этот так она будет продолжаться неизвестно сколько во времени да потому что хотели уже начиная с марта уже должны были там человек 1250 начиная с марта до конца года должны были потерять разрешение на работу и так далее вот вот этого не произойдет до тех пор пока суд не решит произошло несколько удивительных вещей достаточно удивительных но приятных по-своему значит первое этот судья когда он объяснял свое решение алпа алпа и как-то так зовут я боюсь собрать не не помню их имен не не алпа и другой так вот за судья он объяснял что в основе решения трампа с одной стороны лежит как бы неправильное осуждение о том что решение обама является нелегальным с одной стороны у нас вопросами иммиграции занимается конгресс то есть не то чтобы вот то что сделал обама он не смог провести это решение через конгресс и и сделал такой вот executive order на декрет такой сделал указ но что в общем то явно за пределами его полномочий но никто не может назвать решение обама нелегальным кроме верховного суда никакой президент не может сказать я отменяю нелегальное решение а ты кто такой чтобы сказать что это нелегально вот это очень-очень трогательный такой момент второе это происходит уже на третий или четвертый раз когда федеральный суд вмешивается в executive orders вот эти указы самого трампа что там было с запрет с запретом на мусульман потом там был с разным джендерами в армии потом чуть еще было на это уже четвертый раз значит когда в рассмотрении суда входят твиты которые трамп посылал в твиттере и вот они смотрят на эти твиты и дальше когда решение суда идет он говорит мы видим истинное намерение вот она абсолютно четко продемонстрирована тут продемонстрирована там то есть когда была отмена вот этого мусульманского бана то они говорили вот вот его ответ и вот он пишет что надо мусульман страну не пускать тут он пишет про террористическую угрозу или там еще что то здесь пишет просто мусульман не пускать что не конституционно и они как бы люди судебные и вот законным руководствуются по конституции так не положено и вот значит в данном случае там есть несколько твитов значит первое они сказали что отмена этого дака произошла не в интересах государства а в интересах создания какого-то элемента чтобы поторговаться с демократами там за строительство забора и он такой очень прямой такой твит написал в декабре что вот значит хотите даку эту свою значит даке без забора даке не будет вот так он четко сказал то есть это оказывается вот такой нигаши этим поинт то есть он сначала я я тоже как хотя это это было очевидно с первой секунды я вам рассказывал там дворники снял вид купе как лишь мои дворники так вот пожалуйста нет и нет нет дворников да поторгуемся вот значит но он поскольку в твоих твитах так и мы не знаем чего дальше будет с этим почему потому что таки да есть там верховный суд таки да сан-франциский суд такой может быть самый либеральный вы знаете наверное что и политическое убежище здесь дают лучше чем в других местах они более либеральны и частенько их решения отменяются или корректируются верховным судом может быть даже процент решений калифорнийская калифорнийского федерального суда они калифорнийского сан-франциско может быть у них там самый высокий процент в том что потом значит там наверху отменяется но наверху то большинство у консерваторов вот верховный суд он консервативный то есть там либералов меньше чем консерватор поэтому как бы это понятно эти у этих уклон в одну сторону у тех уклон в другую сторону но где-то есть такое что и и как бы понятно что закон есть законы и в общем то каких-то рамках там у них точки зрения совпадают это был верховный суд представьте себе это был верховный суд решением которого у нас теперь однополые браке легализованы знаете это не был там в сан-франциско где понятно вот почему от нет вот вот пожалуйста верховный суд то есть вот никто еще не может сказать толком что из этого происходит из этого решения суда например непонятно вышибли из-за из-под трампа какие-то аргументы в пользу там забора например или в пользу того чтобы прямо сейчас что такое решать и или попозже решать или когда решать вообще неопределенность некоторые внесена неопределенность если раньше например говорили мы не можем ждать марта потому что это все вообще все рухнет то сейчас говорят ну как говорят еще не сказали но так вроде пожара то нет знаете сколько там по судам может ходить господи все там до следующего президента может дотянуться поэтому не знаем мы вот такая картинка неопределенная то есть определенности не добавилось но во всяком случае острота уменьшилась острота ситуации в которой ну действительно у меня один товарищ тут в комментариях написал что значит меня критикую что вот я говорю что там негуманного про сальвадорцев что они тут уже 20 лет в стране и вот вдруг взять их так раз я оборвать оторвать у них это разрешение на работу и так далее он говорит значит получается люди пришли нелегально значит а вернуть их туда откуда они пришли значит получается негуманно ну вот я сказал что это негуманно ну тоже да люди 20 лет живут корни пустили негуманно и типа значит закон выполнять негуманно я хочу сказать а ты кто такой чтобы кого-то назвать нарушителям закона вот возвращаясь к решению вот нашего суда мы конечно все судим мы говорим вот это нелегально это там против закона ребят это все ерунда легальность того или иного значит действия или там того или иного я не знаю статуса там и так далее определяется законом я уже не хочу сказать что по законам американским это отдельно пребывание в стране нелегально но допустим он визу свою пересидел было на шесть месяцев она что пять лет пребывание в стране в таком статусе является мелким хулиганским даже если он через границу перешел вот так без разрешения без ничего перешел границу это мелкое хулиганство есть такое слово мисс деминар мелкое хулиганство если его депортировали а он снова пришел вот тогда это уже уголовка так так интересно значит а это просто мелкое хулиганство там не ну что с ним выкину отправили обратно и все поэтому я за то чтобы не делать резких суждений а смотреть на то что суды говорят да вот есть есть инстанции которым положено определять что легально что нет там довольно емкое такое большое решение вот этого суде он там подробно прописал и про национальный интерес там и так далее но я в данном случае вот хотел привлечь ваше внимание конкретно к твиттеру и конкретно к тому что когда президент отменяет указ предыдущего президента то он не может сказать что тот указ был нелегальным он может его отменить я не знаю в какими с какими-то соображениями там национальных интересах но тоже суд суд может сказать что вместо он сказал что национальный интерес а вместо этого хотел получить значит какую-то усиленную позицию при торговле там скажем с противоположной партии какой-то конкурирующий но сказать что нелегальный не работает то есть сказать суду что я решил что нелегально суд этого не понимают а как же ты мог решить говорят они ты кто твоя задача выполнять законы вот так вот примерно значит такая интересная у нас нынче картинка ну я не думал что у нас так часто мы будем прям чуть не каждый день возвращаться к теме вот этой даки и всего остального конечно нам интересно продаку потому что напрямую это все завязано с отменой грин-карт лотереи то есть как бы вот этот пакет как на котором настаивают республиканцы они говорят вам даку мысли вам легализация вот этих вот 800 тысяч молодых людей а нам первое деньги на забор ну уж там может быть это будет не такой забор как мы вот ну в общем забор нам деньги на забор нам отмена семейной иммиграции они часто называют chain migration то есть как отмена семейной иммиграции или скажем так ограничение семейной иммиграции браком и несовершеннолетними детьми подсоединяющимися с родителями и отмена грин-карт лотереи отмена грин-карт лотереи является неизменным пунктом который там присутствует и не случайно вот я делал сюжет про демонизацию грин-карт лотереи это не случайно происходит ее нужно демонизировать потому что бороться за нее не никому смысла нет демократам там позже будет лотерея уже давным-давно но они хотят что-то замен получить поэтому ее специально так накручивают что это что отмена лотереи это колоссальное достижение в безопасности страны в защите ее от терроризма от всякого мусора который кстати трамп повторил вот это все он тут недавно вчера буквально он какой-то продолжительное время рассуждал на теме иммиграции и вот он повторил все же те же самые аргументы что страна не отдаст нам хороших людей а сбрасывает нам всякие шлаки по грин-карт лотереи мусор мусор генетически отдает поэтому он снова это повторил и он понимает зачем он знает что это ложь то есть не то чтобы он безусловно знает что это ложь но он это повторяет для того чтобы как бы набить цену предстоящее отмене грин-карт лотереи то есть подать это не просто как ничего не значащее решение как колоссальный вклад в защиту страны от терроризма раз и от всякого мусора человеческого который значит другие страны скидывают в соединенные штаты вот собственно такая вот концепция поэтому конечно нам важно что там происходит ну ждем что сегодня уже 10 у меня урок стоит с утра сейчас еду на урок чуть пораньше чем обычно 10 осталось меньше недели пишут что усугубляется ситуации сегодня с утра вот там несколько человек уже написали что настолько непримиримые позиции настолько они не могут договориться ни о чем что может быть даже будет вот этот самый government shutdown когда не проголосует за бюджет а правительство останется без денег и так далее так далее это все больше спекулятивная потому что договориться могут в последнюю секунду знаете как кто первый моргнет вот значит тот и уступит там чего-нибудь поэтому может быть или знать как там два самолета до летят друг друга в лоб и вот кто первый отвернет вот ему папу по пузу будет пулеметная очередь ну я не знаю как они это все или там по макушке смотря куда отвернет такая вот ситуация я думаю что скорее всего вот это вот упертость она должна демонстрировать их избирателям что они принципиальны и так далее а договорятся ли до чего-то непонятно мы наблюдаем числе